11.05 в Москве. Доброе утро, друзья. Это Рунет. Сегодня от 10 сентября 2012 года. Говорю для тех, кто как обычно или необычно, но слушает это в подкасте. Не для тех, кто слушает в прямом эфире, поскольку, очевидно, последние все-таки знают, какое сегодня число и какое примерно время. Напомню, что мы рассказываем о главных событиях ушедшей недели в глобальной сети, цифровом пространстве, в более широко мобильном вебе. В общем, всем том, что относится к высоким технологиям, интернет-бизнесу, социальным сетям. Всему тому, что крайне интересует меня, как ведущего этой программы. Меня зовут Максим Спиридонов и моих гостей, которые, как обычно, комментируют события недели вместе со мной. Гости этой передачи Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Mail.ru Group. Анна, приветствую. Еще разок приветствую. Анна, вас слышно? Я не знаю, меня слышно? Вот теперь точно слышно, да. Что-то у нас сегодня техника не очень дружит с человеком. И еще один гость вот-вот подойдет, пока не буду его заявлять. Пока просто скажу тебе, Анна, о тех новостях, которые мы подобрали для сегодняшнего обсуждения. Затем будем, собственно, переходить к непосредственно обсуждению. Значит, главные новости, которые мы посчитали достойными более развернутых слов и более развернутых комментариев от нас с вами, это следующее. Организация The World Wide Web Foundation опубликовала рейтинг интернет-развития стран мира. Нам показалось интересно поговорить о том, насколько объективным или не объективным является это определение. Определение России на одном из мест этого рейтинга. Фонд Руна Кэпитал вложился в ведущий проект Рунета в области школьного образования. Ты тоже, конечно, слышала об этом, да? Да, слышала. Значит, осуществлена одна из крупнейших сделок на российском рынке электронной коммерции. Это третья новость, которая у нас будет главной и последнее обсуждение сегодня. Однако для начала, как обычно, традиционно мы в экспресс-режиме пройдемся по тем новостям, которые не показались важными. Однако не упомянуть о них было бы неправильно. И начнем с следующего. Одноклассники, это твоя, получается, низкая епархия, отказались от использования Яндекс.Денег. То есть это часть Mail.ru Group и, очевидно, в этом был какой-то политический, какой-то практический резон. Верно? Ну, совершенно верно. На самом деле, еще в прошлом году другой наш департамент, то есть игровой, тоже отказался от использования Яндекс.Денег. Естественно, в этом есть политическое желание поддержать свою платежную систему деньги Mail.ru. Но я хочу вот сказать, что мы, естественно, всегда хотим сделать так, как наиболее комфортно пользователю. Поэтому прежде чем расставаться с Яндекс.Денегами, мы, естественно, тщательно изучали вопрос, проводили эксперименты. И мы видим, что платежи пользователя не падают, и пользователи не испытывают особого дискомфорта от отключения вот такой вот платежной системы, как Яндекс.Деньги. То есть, конечно же, мы не хотим терять ни внимание пользователя, ни деньги, поэтому мы тщательно это исследовали. Но при этом помните о своих бизнес-интересах стратегического характера. Нет, безусловно, как и все, наверное, компании на этом рынке. Окей, едем дальше. Исследование компании TradeMob относительно мобильной рекламы. 40% переходов мобильным рекламным объявлениям, согласно этому исследованию, бесполезны. 22% рекламных переходов относятся к случайным, а 18% вообще совершаются ботами. Ну, знаете, я глянула одним глазом вот ссылочку, которую вы прислали по поводу этой новости. Мне кажется, это немножко такая рекламная история, которой эта компания пытается привлечь внимание к себе и к каким-то своим решениям, нежели какая-то реальная проблема. То есть, на самом деле, безусловно, какие-то немножко левые клики бывают в любой системе рекламы, что мобильной, что на большом вебе. И приличные большие системы, такие там, как и Target Mail.ru, так как и Яндекс.Директ, они борются с этим, стараются для своих пользователей нивелировать. То есть, те же приличные игроки на мобильном рынке будут делать то же самое. То есть, никакой сенсации, проблемы в этом нет. Ну, то есть, ты не считаешь, что в мобильной рекламе все так плохо с кликиванием? Я считаю, что в мобильной рекламе, единственное, что в ней может быть плохо на данный момент, что она еще находится на раннем этапе развития. И весь интернет мобильный получает пока достаточно мало денег по сравнению с большим вебом. Это вот то, почему ругают там Facebook, когда они говорят, что у нас половина пользователей уже пришла на мобильный. И инвесторы их справедливо спрашивают, а где деньги? Они же на мобильном практически не смотрят рекламу и не платят. То есть, вот главная проблема мобильной рекламы в ее слабой развитости, но она тоже будет преодолена. А деньги туда придут? Конечно, придут. Деньги, как всегда, follow airballs, да, где глаза человеческие, там и деньги. Просто немножко задержка всегда происходит, пока рынок раскачивается, есть некая инертность. Окей. Между тем, к нам присоединился второй участник дискуссии. Привет. Доброе утро. Это Василий Эсманов, издатель Look at Me, The Village. Одиозных газет, я бы сказал, икон хипстерства России, если может так выразиться. Это можно. Окей. Значит, Василий, мы обсуждаем сейчас в экспресс-режиме те новости, которые посчитали недостаточно важными для того, чтобы говорить о них подробно, однако достаточно серьезными для того, чтобы о них хотя бы коротко рассказать. Кое-что мы уже обсудили, поэтому присоединяйся. Значит, очередная новость, туристический интернет-сервис one-two-trip.com, вам наверняка известный, привлек 9 миллионов долларов. Не столько интересна сумма, сколько интересна перспектива развития подобного рода проекта, с вашей точки зрения, если можно, я повторюсь коротко, поскольку у нас экспресс-обсуждение. Ну, я, может, Василий выступлю? Василий, давай. Мне кажется, конечно, это сейчас очень горячая тема. Все еще горячая, вот это важно, да? Все еще, все еще горячая. Потому что, вроде как, уже билетами не торгуют ленивой. Здесь вопрос не только в билетах, потому что удобно не сделал пока никто. И нормально. Спорно. Ну, не спорно, но везде есть свои нюансы. Везде либо у тебя какие-то подводные истории. Я вот столкнулся в прошлом году с покупкой билетов, не помню, через какой-то большой крупный европейский агрегатор, когда мне невозможно было обменять билет никаким образом. И это было очень удивительно, потому что всегда ты не видишь каких-то подводных камней. Поэтому в плане сервиса эти все сайты практически, они все далеки от совершенства. В плане насыщения рынка, ну, то, что в России такие деньги в это вкладывают, для меня удивительно. Есть пример известного всем стартапа, в который вложили уже бешеные деньги. И это, конечно... Ты имеешь в виду туристический стартап? Да, да. Почему-то рынок его любит пинать, этот стартап. Я не буду тоже называть его. Потому что это нелепо, потому что весь рынок, весь оборот по этому сегменту в России, в принципе, меньше, чем инвестиции, которые они получили в три, что ли, раза. Ну, то есть, как бы это смешно. Ну, окей, хорошо, пойдем дальше, не будем подробно об этом. Значит, количество пользователей СК за год уменьшилось на треть. Снова комментарий от Анны, наверное, будет уместен. Ну, согласна, потому что это нам принадлежит этот актив. Ну, на самом деле, мы уже объясняли это последнюю неделю. В основном, главное объяснение заключается в том, что когда мы получили этот актив, мы достаточно сильную работу провели по вычистке оттуда ботов и спам. То есть, он нам достался в неком виде. За спамленным и за ботином. Не так, чтобы прямо на 100%, но было какое-то количество, то есть, мы его привели в порядок. За счет этого у нас получилась более чистая, более честная статистика, потому что мы какое-то количество аккаунтов оттуда выпилили. Но вы же давно уже приводили в порядок его. Ну, вот как раз в последний год. Ну, год-полтора вот это вот и происходило. Как мы... А владеете вы им уже больше двух лет? По-моему, да. По-моему, да. Двух лет как раз. По-моему, в 10-м году. Год назад я уже говорил с Сашей Горским по этому поводу. Горным, да, пардон. Ну, понимаете, мы... Это же происходит постепенно. Сначала активно передают, долго мучительно. Вообще-то, это большая была технологическая история, как мы его забирали. А потом мы его исследуем, изучаем, обнаруживаем какие-то проблемы и начинаем их устранять. Это не то, что вот нам его... Здравствуйте, вот вам ICQ, как много ботов. И выключили на следующий день. Вы планируете слить базы, агенты и ICQ и сделать из этого один бренд? Это вот то, что всех интересует. Мы, на самом деле, делаем много вещей по интеграции. Не только агенты ICQ, но еще и одноклассников. И возможности, соответственно, у нас сейчас уже и в агенте ICQ есть возможность, например, подключить мессенджера одноклассников и общаться. Но вот напрямую сливать, вот в ближайшие перспективы мы, наверное, не планируем. Хотя мы, естественно, тоже много об этом думали. Но у нас есть интероперабилити. Собственно, это возможность общаться пользователям ICQ с пользователями агента. Вы можете добавить в контакт-лист себе пользователя из агента и наоборот. Вот пока мы на этом остановились. Бренд нам, на самом деле, жалко оба на данный момент. Ну и, пожалуй, последнее, что возьмем в это обсуждение в экспресс-режиме, поскольку время заканчивается этого блока. Министерство культуры России подготовило концепцию антипиратского закона. Слышали об этом, наверное, да? Об этом ведомости писали. В частности, в документе предлагается обязать провайдеров и администраторов сайта отслеживать пиратский контент. То, что прежде, явно, никогда еще не было нигде закреплено. Василий, что скажешь по этому поводу? Вот есть следующая новость, которая про маркировку СМИ. Она по степени ИДИТ близко. Потому что вообще вся заканчивая база, которую сейчас принимали последний год по интернету и вообще по свободным каким-то историям в России, она вся пример того, как люди сначала делают, а потом думают. Потому что построить китайский фуэрвол в России сейчас, наверное, возможно, но это очень дорого и сразу экономику обрушит. Но вот в том виде, в котором сейчас законы эти принимаются, особенно про пиратство или про маркировку СМИ, он позволяет выборочно наказывать какие-то отдельные ресурсы, поскольку какая-то система, которая более-менее правила и грустная, не будет делать. В основном, под угрозой, на самом деле, на мой взгляд, как раз оказывается часть активов компании Mail.ru. В силу того, что там все настолько неявно прописано, кто обязан удалять, почему мониторить, с какой скоростью мониторить. Иными словами, этот закон еще один в череде законов, как закон о черных списках, как закон о маркировке СМИ. Вот этот антипиратский потенциальный закон – это способ потенциального давления на тех или иных игроков рынка в случае их проявления как-то неугодно. Так, Анна? Ну, мне бы не хотелось это так рассматривать. Я все-таки хочу верить, что это действительно попытка защитить авторские права каких-то создателей и произведений искусства. Но, во-первых, это пока не закон. То, что я прочитала в «Ведомостях», это даже не проект. Нашли какую-то бумажку, которая даже само министерство сказало, что это какой-то очень ранний, какой-то еще даже не принятый официальный проект, и зачем вы это вытащили и вообще не трогайте это. Ну, потому что законы последние полгода принимались по этим ранним бумажкам, и поэтому реальность. Это, безусловно, пугает. Но, тем не менее, конечно же, какая-то правовая история в интернете должна быть, но вот Василий совершенно верно заметил, что если это будет жесткая история, создатели, например, социальной сети должны лично отмодерировать весь контент, который загрузили пользователи, то это означает, наверное, социальную сеть надо закрывать. И проверить паспорта у каждого. Да, просто количество загруженного контента, даже если говорить про фотографии, это несколько миллионов в сутки. Это проверять каждый, сами понимаете, еще и проверить, а не является ли это чьим-то авторским правом. Фотография же тоже может быть авторским правом. Окей, пойдем дальше. Нам нужно закрывать этот блок с тем, чтобы послушать новости, а дальше обсуждения, которые коснутся места России в рейтинге стран по уровню развития интернета. Между тем, мы продолжаем. 11.19 в Москве, это Рунет сегодня, программа о главных событиях, сетевых событиях, церкового пространства, событиях социального веба, всего того, что составляет наше с вами настоящее, ну и постоянно двигающееся будущее. Напомню, что обсуждаем эти события мы с экспертами сети, людьми, которые постоянно в живом режиме работают с тем, что сегодня является предметом нашего разговора. Гость этой студии Василий Исманов, издатель интернет-проектов Look at Me и The Village, и Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Mail.ru Group. Не я заметил, что у России есть некоторая склонность к крайностям, как национальная черта. Да, оценивая положение вещей, достижения, мы часто склонны либо гордиться и превозносить, либо, наоборот, втоптывать грязь и посыпать голову пеплом. Коллеги, на ваш взгляд, как специалистов, изнутри, насколько объективно сегодня развит Рунет относительно положения вещей в других странах? Василий. Ну, в каких-то областях он развит гораздо сильнее, чем в мире. И поскольку у нас был совсем низкий старт, не было каких-то институтов, которые нужно было переваривать и разрушать, много чего построено с нуля, очень хорошо, например, там, оплата в ЖКХ или, ну, интернет-банкинг, например. Он очень хороший в России, гораздо лучше, чем в большинстве стран мира и гораздо уж точно лучше, чем в большинстве стран Европы. Вот как. Подожди, а ты на основании чего это говоришь? Я сравниваю с тем, что знаю. Со своим опытом, с опытом столкновения с банковской и коммунальной сферой в разных других странах, ну, то есть не на личном зачастую опыте, а на опыте, например, моя жена жила в Лондоне, там подключить интернет – это целая история. То есть это месяц боли, отчаяния, и, ну, это в плане удобства. В плане того, как люди интернетом пользуются, конечно, у нас во многом большое отставание. Ну, и как медиапользование, на самом деле. Меня всегда удивлялось, что даже до сих пор в России коммерсанты, например, федеральная газета с тиражом 100 тысяч, а в какой-нибудь Швеции какая-нибудь локальная газета вполне себе спокойно может иметь такой же 100 тысячный тираж, при том, что вся Швеция, как Москва. Анна, твое отношение к развитию Рунета? Ну, на самом деле, есть два аспекта. Что касается именно развития Рунета и сервисов в Рунете, оно выше, чем вообще в большинстве стран мира, потому что, как известно, в большинстве стран мира вообще нет своих сервисов, они все пользуются глобальными сервисами, то есть созданными в Соединенных Штатах Америки. Рунет – это одна из уникальных, так скажем, экосистем, где есть свои сильные, высоконагруженные проекты, то есть, собственно, социальные сети, поисковики. Это сложные, наукоемкие технологические вещи. Соответственно, если вы знаете, у нас там почта Майл.ру 10 петабайт – это крупнейшее хранилище данных в Европе, потому что, соответственно, остальные в Америке. Ну и вторая, понятно, такая вот система – это Китай по определенным причинам. Так что в плане именно изготовления и продакшена Россия, в общем, дает форы практически всем европейским там и многим другим странам мира. А что касается инфраструктуры и проникновения интернета в население, именно вот подключение интернета, естественно, мы отстаем и от Европы, и от Америки, где давно уже там penetration достиг 146% и начал откатываться обратно. Проникновение пользователей интернета. Да, то есть на данный момент мы, по-моему, достигли планки 50%, но это все-таки не 90%, не 80%, как в той Швеции, которая попала на первое место этого рейтинга. 50% – это, наверное, по месячной аудитории ты имеешь в виду? Естественно. Конечно, по месячной аудитории. То есть не те, кто использует ежедневный интернет. Да, но месячная аудитория – это, в принципе, нормальный показатель, не как 6-ти месячная, как раньше Фом говорил. Полугодовая аудитория интернета – это смешно, кто один раз вышел за полгода. Хорошо, давай сейчас послушаем новость о независимой оценке Рунета. Рунет сегодня. Россия заняла 31 место в рейтинге стран по уровню развития и использования интернета. Об этом говорится в отчете WebIndex, в которой представлена организация World Wide Web Foundation. В представлении списка эксперты обращали внимание на уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры страны, объем доступного веб-контента, а также на степень влияния интернета на политику, экономику и общество в государстве. Лидерами по этим показателям оказались Швеция и США. Следует добавить, что в веб-индексе представлены 61 страна мира, пятерка лидеров – Швеция, США, Великобритания, Канада, Финляндия. То есть мы ровно посередине получаемся, с 31-м местом. Это справедливо, Василий? Ну, вполне. Там, насколько я помню новость, там по политическому влиянию мы достаточно высоко находимся, по экономическому влиянию достаточно низко. И по степени контента, и по степени развитости контента. Ну, я-то уточню, чтобы были цифры точные, значит, по степени влияния интернета на политику. Россия заняла 22-е место, а по степени влияния на общество – только 44-е. То есть общество, оно еще мало эмпатично по отношению к интернету. А вот политики вполне себе реагируют. Потому что они пользуются интернетом, видят, что про них там пишут, а общество 50% еще находится в зависимости от первых двух кнопок телевизора. Но, соответственно, по рейтингу на самом деле видно, я немножко глубже в него залезла. Там очень много параметров именно по проникновению интернета, по наличию ШПД, инфраструктуры, мобильного доступа. То есть именно технологических таких параметров есть или нет люди подключенные. Собственно, в Скандинавии, в Швеции, они традиционно занимают прям лидирующую позицию, потому что там холодно и хороший телеком, они постоянно сидят в интернете. Там холодно и больше нечего делать. Да, нечего делать и хорошие широкие бродбенды. Ну, плюс с этим еще связано как бы то, что в России некому в интернет особо было выходить, потому что вся Европа и Америка, они, наконец, докатились все оффлайн-проекты, медиа, магазины, ритейл, что угодно, наконец, пошли в интернет достаточно плотно. Вот последние за последние полтора года на самом деле. Потому что раньше были чисто интернетовские проекты в основном. Сейчас уже доля, как бы с долей оффлайна огромная. А у нас все с нуля практически строится. Ну, до сих пор. Ну, да, тут нужно сказать действительно, что, как ты заметил, многие интернет-образования строились в западных странах, в частности, в развитых странах Европы и Америки, на каких-то уже вполне себе осознанных инфраструктурах. Например, там электронная коммерция, интернет-магазины, на основе каталожной торговли и систем оплат, доставки. То есть все это было просто витринами вышло в интернет, да? Ну, и подобные же вещи прошли в других сегментах. Ну, на самом деле, что касается e-commerce, который сейчас является таким большим трендом, не только в России, а вообще во всем мире, в интернете. То, если, посмотрите, вот про что пишут, куда инвестируют деньги в России, пишут, российский e-commerce должен создать инфраструктуру доставки и приема платежей. Потому что в России этого нет, да? То есть, наверное, германский или американский e-commerce инвестирует деньги в телерекламу, чтобы захватить аудиторию. А российский e-commerce, если не создать собственную сильную службу доставки, он вообще никуда не выйдет. Ну, если вспомнить, о чем они говорят, я напоминаю сейчас то, что говорили при получении их инвестиций, Вики Март, крупные игроки, Озон, тот же самый. Они говорят о логистических центрах, они говорят о центрах там перераспределения и так далее. А так и есть. Это бешеные-бешеные деньги. То есть телереклама, это все очень просто, понятно, легко считаемо. А логистика, особенно в России, на такой территории, это, ну, тривиальная задача. Ну, да. А что должно произойти для того, чтобы Россия продвигалась по рейтингу вверх? Какие подвижки, ну, кроме того, что ясно там больше стало широкополосного доступа в интернет, как сдвинуть сознание пользователя для того, чтобы, ну, дело не в рейтинге, да, дело в том, что просто реально страна стала более эффективной с точки зрения коммуникации и информированности. Ну, во-первых, я думаю, что это все-таки некий, поскольку это многомерный интегральный рейтинг, как они сказали, что это многомерный интегральный процесс, потому что, собственно, там большую роль, как можно сказать, да, имеет проникновение, но, соответственно, также важно, чтобы государственные структуры там делали прозрачность. Там еще один пункт, по-моему, был прозрачность и доступность данных о всяких госбюджетах по разным статьям, можно ли это вообще в интернете найти, есть какие-то там интернет-голосования, интернет-обсуждения, приемы платежей за там те же ЖКХ, я не знаю, где Василий так удобно им пользуется, в принципе, мне кажется, что... Я тоже не знаю. Я пыталась воспользоваться сайтом госуслуги... Это государственные. Государственные крайне неудобные. Частные какие-то инициативы, да, те же от Киви, Яндекс.Денег или, ну, там, я, по крайней мере, этими двумя пользуюсь, и до обстроенного в Альфа-банк мобильного клиента, мне достаточно удобно были. Ну, соответственно, вот должно быть многостороннее развитие, да, государства в том числе должны свои вот вещи выводить в интернет, позволять читать проекты законов, смотреть, извините, за стройку хотя бы по городу. Вот вы можете найти в своем районе, где будут у вас там, например, строятся дома, где у вас будет строиться метро. Это все ищется с большим трудом. Я не смог найти, почему меня в воду отключили. Меня это очень раздражало, кстати. Ну, вот все такие вещи, да, это тоже влияет на доступность информации о социальной сфере. Это очень важно, это должно развивать государство, потому что никто больше не обладает этой информацией. Такой вопрос. Действительно важный в контексте того, что мы обсуждаем. Новый министр, молодой, имеющий опыт, по крайней мере, как, вроде как показывает история, построение интересной инфраструктуры IT в Казани, он изменит серьезно положение вещей в Рунете? Сможет резко сдвинуть? Я боюсь, что поскольку интернет является отражением общества, то при всем моем уважении к новому министру, ему придется работать с менее приятными министрами, с менее молодыми министрами. И поэтому интернет будет двигаться... Менее приятными старыми министрами. Да, он будет двигаться с той же скоростью, с какой будет двигаться общество, на самом деле. Поскольку, если раньше подвижки в интернете происходили быстро, в силу того, что интернет был отражением самой продвинутой части общества, и там все довольно бодро происходило. Сейчас интернет является отражением почти всего общества. 50% довольно значимая цифра. Европейскую часть России, если взять, то это ровно половина страны. Рано или поздно мы до какого-то большего процента дойдем. Но дальше, как люди интерпретируют почту, культуру, экономическое положение в стране, так они интерпретируют и в интернете. Собственно, каких-то чудес от интернета прямо в таком виде ждать не нужно. Окей, пора заканчивать это обсуждение. В финале фрагменты отчета, посвященные России в переводе CNews. Россия имеет значительный запас талантливых кадров, как и Индия с Китаем. Страна выделяется наибольшим числом интернет-пользователей среди европейских государств. 61,5 миллионов человек, 61,5. Федеральное правительство планирует инвестировать в широкополосный доступ и достичь уровня проникновения 90-95% к 2020 году. С точки зрения контента, рост российской благосферы привел к созданию среды для дискуссии и народной активности, создав альтернативу традиционным масс-медиа контролируемым государствам. Однако в последнее время законодательная власть предприняла попытки сдержать активность граждан. Точка. Конец цитаты. На этом закончим. Через минуту продолжим тему развития Рунета и поговорим про инвестиции в онлайн-образование. И снова здравствуйте, друзья. Это Рунет. Сегодня мы продолжаем говорить о главных событиях недели в области виртуального. Гость этой студии Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Мэллору Групп, Василий Исманов, издатель Look at Me и The Village. Напомню так, что мы звучим на 99,6 в Москве, либо онлайн на финанс.фм. Коллеги, на ваш взгляд, насколько полно среднее и высшее образование сегодня использует возможности новых технологий, ну, виртуализации? Анна. Ну, я думаю, что на данный момент оно достаточно слабо их использует, но перспективы огромные. И сейчас вот то, что происходит, собственно, я как бы, к чему вы ведете, и вообще тема дистанционного образования и, так скажем, интернетизации недистанционного образования, она очень горячая, сильная. И на самом деле в этом смысле, наверное, Россия не очень сильно отстоит от всего мира, потому что во всем мире она тоже вот развивается в данный момент. Может быть, немножко, конечно, раньше начала, но тоже пока далеко не все в идеальном варианте существует. Образование – конституционное право, если я не ошибаюсь, граждан России, и, как следствие, по идее, оно должно обеспечиваться государством. А вот в интернете образование, оно пойдет, с твоей точки зрения, Василий, со стороны государства или все-таки частных структур, как это вот мы будем сейчас обсуждать в этой новости? Ну, если говорить про Россию, то здесь ничего хорошего со стороны государства не начинается никогда. А со стороны частных в России, наоборот же, огромное количество прекраснейших и очень крутых, и очень сильных проектов, которые делаются на частные деньги, с частными, скажем, идеями. Главное, чтобы не мешали. Да, и у нас в истории главное, чтобы не мешали. И несмотря на то, что, как правильно вы заметили, что образование, начальное образование – это конституционное право каждого человека, но все же те действия, которые были произведены с реформой образовательной за последние дни, ну, вроде как, подходят к концу. Началась она в 2000 году, а сейчас реформа среднего образования подходит к концу, начальном среднем образовании. И что, вот, все, что могли разрушить, все сломали. Вот как? То есть, вообще все. То есть, все, что хорошего, все плохого и хорошего было, все, все разрушено, образование пребывает в очень печальном, на мой взгляд, состоянии. И школа наша, если раньше хотя бы готовила к тюрьме, армии и заводу, то сейчас она не готовит вообще ни к чему. Ладно, давай перейдем снова в сегмент онлайна. Из этих грустных мыслей о судьбах страны и поколений, давай послушаем про деньги, влитые в российское онлайн-образование. РУНЕТ СЕГОДНЯ Школьная социальность Дневник РУ привлекла 5 миллионов долларов от фонда Руна Кэпитал. Согласно изданию CNews, по итогам сделки доля Руна Кэпитал в образовательном проекте составляет от 20 до 40 процентов. Скажу для тех наших слушателей, кто не в курсе, что Дневник РУ позволяет образовательным учреждениям осуществлять электронные документы оборот, представляет возможность дистанционного обучения, родители имеют возможность с помощью сервиса следить за успеваемостью детей, он запущен в 2009 году, вот таким образом на сегодня у него 31 тысяча школ России и Украины подключены. Довольно большой, кстати говоря, ресурс. Как вам кажется, Дневник РУ или подобные проекты могут стать шиной для онлайн-образования в средней школе начальной? Думаю, да. Да? Да, хороший проект. Очень хороший проект, мне кажется. Хорошая инвестиция. На самом деле, Руна за последнее время, это, по-моему, ее вторая уже инвестиция в образовательной истории. Не так давно была Lingua Leo, они тоже несколько миллионов вложили. Совершенно верно, языковой проект. Да, очень тоже симпатичный, приятный, тоже несколько, по-моему, пар лет существует. Вот, ну, можно сказать только, что приятно видеть такие проекты и то, что они оцениваются инвесторами, им даются шансы на развитие и на выход там на новые рынки и поддержку новых языков. Да, послушаем, что думают по этому поводу основатели гендиректора школьной образовательной сети в Негру, Гаврил Леви. Гаврил, ты с нами? Да, привет. Привет. Ты каким образом планируешь использовать полученные средства и какие перспективы видишь от сотрудничества с новоприобретенным совладельцем-инвестором? Мы будем использовать средства по двум основным направлениям. Первое – это выход на международные рынки. Мы уже работаем успешно два года в Украине. Мы являемся там лидерами. И в сентябре запускаем еще три новых страны. Это Венгрия, Польша и Израиль. До следующего года планируем выйти на рынки США и присматриваемся также к китайскому рынку. Это жестко. Второе направление – это, собственно, разработка, которая будет поддерживать как есть страны, так и новое направление внутри продукта. Например, мобильную версию приложения и версию, которая позволит распространять контент по нашим пользователям, сегрегировать весь образовательный контент, который есть сейчас на рынке, как от производителей группных, так и от индивидуальных учителей. И помогать родителям и учителям находить правильный контент для своих детей и школьников. Планов у вас реально громадье. Особенно Китай произвел у нас сильное впечатление в студии, потому что, зайдя в Китай, вы там можете не выйти никогда. А приоритетом останется Россия, кириллическое пространство? Или ваш приоритет – это международная экспансия? – Мы всегда делаем экспансию с одним условием, что это не должно никак влиять на наш фокус и влиять на развитие в России. Я думаю, что в течение следующих двух лет мы застолбим свою позицию здесь, как игрок номер один, с большим отрывом, и можно будет спокойно, безоглядски уже развиваться дальше. Каким ты видишь потенциально желательное будущее через несколько лет работы Дневник.ру в рамках российской образовательной системы? То есть, как это на быте наших слушателей сегодняшних будет сказываться? То есть, они будут постоянно общаться с учителями и наблюдать за учебой своего чада через твою систему? Ну, вот в идеале. – Я хочу, чтобы любые вопросы, связанные с обучением детей в школе, аспирировались именно Дневник.ру как-то и получение информации актуальной об учебе, как общение с учителями, с другими родителями, так и, собственно, получение образовательного контента. – Ну, то есть, домашние задания, вызовы в школу, не дай бог, электронный дневник, все оценки, все это будет проходить через такой вот школьный CRM, если можно выразиться, школьную систему управления? – Да, это все уже работает, и мы хотим строить над этим дополнительный функционал, который выйдет за рамки обычного дневника, журнала и информирования, и создать какой-то качественный контент, который будет интересен пользователям. – Последний вопрос. Ваши проекты, проект твой и ему подобные, они социально значимы и важны для государства в целом? Государство вас как-то поддерживает? – Поддержка, которая требуется от государства, сейчас нужна не столько нам, как проекту, а тому рынку. Необходимо создать инфраструктуру в школах, высокоскоростной интернет, компьютеры для учителей или планшеты, стимулировать самих учителей, повышать им зарплаты, привлекать молодых преподавателей. И если это все будет, то создается такая инфраструктура, которая поможет и нам, и всем остальным игрокам на этом рынке, и производителям приложений, программ. – Я понял. Не знаю, слышал ли ты, ты согласен с оценкой Василия Исманова о очень плачевном состоянии российского образования на сегодня, особенно после поведенных изменений последних лет? – Ну, понятно, что есть к чему стремиться, но без решения вот этих фундаментальных проблем инфраструктурных, которые сейчас стоят перед государством, часть я уже озвучил, это связано с информационными технологиями, но есть часть, например, ну, грубо говоря, нужно отремонтировать большую часть школ. Огромное количество школ не имеют туалетов, банально, да, о чем можно говорить, о каком качестве образования. Школа должен быть храм знаний, где приятно находиться, хотя бы просто физически, да. Ну, и не говоря уже о том, что нужно повышать квалификацию преподавателей, привлекать новых учителей, стимулировать тех учителей, что есть. Если мы эти проблемы решим, то качество образования может вернуться к тому, каким оно было. – Ну, в общем, ты мягко, 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 мягко говорить примерно о том же, как я понимаю, что тоже ты не в восторге от того, что есть сегодня. Надежда, есть у тебя, что ситуация будет меняться кардинально усилиями государства? – Если будут выделяться на это деньги, пока вроде бы тренд такой, что они не выделяются. Если самые главные деньги будут доходить до решения тех проблем, которые нужно решать, естественно, ситуация поменяется к лучшему. Я просто немного слежу за тем, как это происходит в других странах. И там, конечно, все лидеры уже осознали необходимость инвестировать в свое образование, в свой народ. И суммы, которые тратятся, и на что они тратятся, конечно, несопоставимы пока. Но у нас есть вот такой хороший шанс, конъюнктура рыночная. Пока эти сверхдоходы, они еще есть в стране, их направить на собственное развитие и проинвестировать в школьную систему, в систему вузов. – Я помню тебя. Спасибо большое. Это был комментарий Гаврила Леви, основателя и гендиректора школьной образовательности Дневник РУ, которая, собственно, получила инвестиции. – Я напомню о том, что в России бюджет до 2015 года сверстан с тем, что у нас вдвое уменьшаются расходы на науку и образование и остаются на том же уровне и увеличиваются расходы на оборону и МВД. Ну, это так, к слову, о перспективах. – Прежде чем пойти дальше обсуждения, я коротко обращусь к Твиттеру. Напомню, что в Твиттере Максим Спиридонов, в моем личном Твиттере, который используется, как я часто говорю, в служебных целях во время программы, мы задаем вопросы по ходу программы, и вопрос был такой вот к этому обсуждению. Какими сервисами инвестиционного обучения вы когда-либо пользовались? Ответ примерно такие. Специалист РУ, Интуит РУ, Лингва Лева, кстати, только что упомянутый нами с Анной в обсуждении, Корсера, IDX, снова-таки Интуит РУ, снова Лингва Лева, популярная тема, ну и так далее. То есть, ну, наши слушатели вполне себе основательно пользуются сервисами инвестиционного образования. А каким оно вообще будет, инвестиционное образование, как вам кажется, в ближайшее время? Каким будет тренд развития, Анна? Ну, на самом деле, вот то, что делает дневник РУ, это не совсем дистанционное образование. Верно, согласен, да. Что касается именно дистанционного образования, то есть, очень хороший способ дать людям, живущим в любой точке мира, да, доступ к там высококлассным преподавателям. Скорее всего, это будут какие-то вебинары, видео, истории, соответственно, с там, эффектом присутствия в классе. Я знаю, на самом деле, еще один проект, который тоже получил некие инвестиции, но, видимо, не публичные. Не буду говорить название, чтобы, так сказать, но, например, проект посвящен подготовке к сдаче ЕГЭ. То есть, люди делают следующее. Они собирают, ну, хороших вузовских преподавателей московских, да, там, Бауманской, Бауманка, МФТИ и так далее. И делают, соответственно, курсы для любого, ну, человек в любом регионе может заплатить там небольшую денежку и поучаствовать, там, выпускник 10-11 класса поучаствовать вот в вебинаре и подготовиться нормально к сдаче ЕГЭ по физике, к поступлению в хороший московский вуз, соответственно, не выезжая из своего региона. Затребовано это? Да, они говорят, что, ну, вот, собственно, им тоже дали денег, это мои просто знакомые, говорят, очень перспективная вещь, и очень хорошо. Нам пора заканчивать это обсуждение, но совсем коротко хочу тебя слушать ответы, Василий, по поводу вот чего. Образование штука такая, в ней есть момент обучения, получения информации, есть момент определенного, ну, так скажем, принуждения. С этим я сталкиваюсь сейчас, ведя самообразовательный проект, вы знаете, да, у нас есть школа третмартинга. И вот момент того, что человека взяли за шкирку, привели и напитали знаниями, когда не он сам принял решение, а его заставили, момент важный. Именно это является сильным тормозом для администрационного образования, на мой взгляд. Ты не согласен? Я согласен, администрационное образование не решает всех проблем, и, как бы, это, ну, это, администрационное образование в основном, это даже не история про необходимость и право данные людям, а, скорее, дополнительная возможность для людей лучше знать или больше знать, лучше быть образованным. Но не отменяется занятие, как говорится, персональное, когда человек видит своего преподавателя рядом, имеет возможность у него спросить вживую, это никуда не уйдет. Подпитаться его флюидами и энергетикой, что тоже важно. Это разные абсолютно вещи. Ну, то есть, но веб-образование, оно сильно поможет людям, которые хотят. Таких людей, слава богу, в России довольно много. И я вижу, как бы, даже среди своих друзей гигантский спрос на администрационное образование по хорошим институтам, от MIT до, там, не знаю, от кого-нибудь. Кстати, сейчас еще очень модно язык учить по скайпу с иностранцами. Вот у меня какое-то количество, прости господи, хипстеров, юных знакомых, они, причем за какие-то очень небольшие деньги, есть какие-то сайты, где они находят себе партнера, например, испанский можно учить с какими-то людьми из Латинской Америки, они там стоят как-то совершенно бюджетно, и вот каждый день, например, по часу говорить по-испански, заниматься там с преподавателем. Ну, это все добавка, к сожалению. Окей, будем двигаться дальше. После выпуска новостей поговорим о громкой сделке в электронной коммерции Рунета. И еще раз доброе утро, друзья. 10 сентября 2012 года, время 11.50, мы говорим о главных событиях Рунета ушедшей недели. Звучим на 99.6 в Москве, либо онлайн на финанс.фм. Там же на финанс.фм можно послушать нас в подкасте, то есть, если вы опоздали к началу передачи, случилось это несчастье, вы вполне можете зайти на сайт и скачать выпуск, послушать его с самого начала, в любое удобное время. Более того, рекомендую подписаться с помощью какого-либо гаджета или прибора на ленту подкастов, тогда сможете слушать всегда выпуски, приходящие вам непосредственно в ваш, так, снова-таки, прибор. Компьютер или иное устройство. Мы обсуждаем главные события ушедшей недели с гостями этой студии Анной Артамоновой, вице-президентом по стратегическим проектам Мэлдру Групп, и Василием Исмановым, издателем интернет-проектов Look at Me и The Village. Вместе с активным ростом электронной коммерции в Рунете серьезно увеличились суммы, вливаемые в новые или уже существующие проекты в виде инвестиций. Это позволяет говорить скептически настроенным аналитикам, что в интернете раздувается новый финансовый пузырь. Согласен с таким мнением, Василий? Мне кажется, что у нас страшный, недооцененный рынок по коммерции как таковой, в принципе, и особенно по интернет-коммерции, поэтому простор для роста гигантский. Но, с другой стороны, многие проекты, у них чрезмерно радужные бизнес-планы, скажем так. Так что это сложный вопрос. Мне кажется, что, по крайней мере, то, что сейчас будем обсуждать по ламоде, мне кажется, достаточно справедливым их оценкам. Анна, есть пузырь? Ну, на самом деле, пока пузыря нет. Есть справедливые, по-моему, достаточно инвестиции в такую сложную и реально перспективную отрасль. И, причем, они происходят во всем мире. Если смотреть, ну, про ту же ламоду говорить, инвестиции того же Джипи Морган, месяц назад они сделали в такие же проекты этого же интернет-инкубатора в Германии и, по-моему, в Бразилии, примерно те же суммы. Рынки такие же по размеру, суммы одинаковые, позиция компаний на рынке одинаковая, то есть никакого перекоса в России точно нет. Если говорить о пузыре, тогда говорить о нем в мировом масштабе, потому что сейчас e-commerce там один из самых горячих трендов именно в интернет, ну, вот в инвестициях в интернет и в интернете. Хорошо, давайте расшифруем для слушателей, которые не знакомы с терминами «рунет», это слово «ламода» и послушаем про свежие зарубежные вливания в онлайн-ритейл России. Инвестиционное подразделение финансового конгломерата JP Morgan Chase приобрело миноритарную долю российского интернет-магазина «Ламода», заплатив за нее от 40 до 80 миллионов долларов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник. Сами участники сделки детали соглашения не раскрывают. Если источник «Коммерсанта» прав, то это одна из крупнейших сделок в «рунете». Сопостоимая с продажей доли в проекте «Купи VIP», которая прошла в прошлом году, там, напомню, в сделке участвовали целый пул инвесторов, и в общей сложности они вложили в проект 55 миллионов долларов. А здесь, быть может, даже цифра выше, значит, установлю некоторый рекорд. Озон еще был. Озон, там было 100 миллионов вливаний, да, действительно. Ну, как бы, значит, не рекорд, а одна из крупнейших сделок, останемся в этой терминологии. То, что цифры так растут, хороший симптом для рынка, Василий? Ну, как мы обсуждали в начале, у нас стоит, ну, как большинство, большая часть этих денег будет потрачена не на выдавливание по, не знаю, по телерекламе конкурентов, а на строительство инфраструктуры, что благотворно скажется вообще для всех. И это такой момент, который нам нужно пережить, и денег на это все нужно очень много. И первопроходцы, конечно, сорвут огромный куш, и поэтому они так высоко оцениваются. Поэтому, мне кажется, абсолютно адекватная оценка, но задачи перед всеми ними стоят очень тяжелые. Понятно, что найдутся какие-то люди, которые попытаются разыграть вот эту карту, накачать денег, деньгами проект и скинуть его, но, тем не менее, мне кажется, что у большинства благие намерения абсолютно в плане строительства. Ну, то есть спекуляции пока ты не наблюдаешь, какой серьезной спекуляции на рынке. Ну, есть она, есть кое-где, я вижу ее в каких-то проектах, ну, кто не видит. Но, тем не менее, мне кажется, что это все-таки очень-очень хорошая история, что начали в ритейл кладывать денег больше. Я надеюсь, что это способствует и появлению, и производству местного какого-то дополнения в силу, там, не знаю, улучшения логистики и прочих-прочих вещей. Местного китайского производства. Местного китайского, местного российского производства. Made in Russia. Окей. Электронная коммерция, развивающаяся в Рунете, является тем фактором, тем драйвером, который поднимет нас выше в рейтинге, обсуждаемом нами ранее, в рейтинге стран по развитию интернета? Ну, я думаю, да. Ну, правда, конечно, это косвенный признак, который тоже зависит от проникновения, было бы кому покупать, но я думаю, что это один из каких-то многомерных показателей. Мне кажется, что вот сейчас действительно некий происходит перелом постепенный, он не критичный, не являет собой катастрофу какую-то, некий перелом сознания у массового пользователя, когда в интернет заходят уже люди, которые прежде и не думали туда заходить, и не собрались никогда. Они заходят туда, даже не зная, что заходят. За погодой, не знаю, там, вот посмотрев на телефоне, который им подарил внук, бабушке, какой-то простой смартфон, и там погода подгружается. Она не знает, что там в интернете, а она в интернете. Ну, вот таким образом, вот это вот удовлетворение простых, осознанных, ежедневных потребностей пользователя в дешевой покупке в случае электронной коммерции, в быстром контакте с близким человеком, в случае с социальными сетями или мессенджерами и так далее. Вот это удовлетворение последовательное, оно активно всасывает, как пылесос, образ обычных нормальных людей, так скажем. Мы-то с вами, ясное дело, давно и надолго в этом всем засели, с гиговских времен, так сказать. А вот сейчас заходит обычный пользователь и начинает этим всем это осваивать. И вот электронная коммерция – это одна из площадок, которая драйвит, что называется, раскручивает эту историю. Ну, мотив простой – купить дешевле, купить с большим ассортиментом, больше выбором и так далее. Ну, вообще, честно говоря, для 99% аудитории интернет – это удовлетворение каких-то естественных потребностей. 1% – это мы с вами, которые еще просто им интересуются как фактом. А 1% – это не естественных потребностей, получается. Нет, ну, 1% – это интересуется им, условно говоря, научной и бизнесовой точки зрения, это как мы с вами, там нам, в принципе, интересно развитие технологий. А остальные-то люди, они всегда ходили в интернет, и электронную почту они писали, чтобы связаться с друзьями, и на форумах они общались, чтобы узнать, как отстирать там пятно от джинсов. То есть в этом смысле ничего не изменилось. То есть ты так как-то подвел, что они только сейчас начинают появляться? Нет, это гораздо раньше произошло. А на самом деле у электронной коммерции есть одна важная особенность, почему она так, собственно, сейчас хорошо развивается, и, вернее, почему в нее так много инвестируют. Потому что это одно из немногих вещей, что развивается локально. То есть в отличие от России, по всему миру в области электронной почты, поиска и социальных сетей победили глобальные игроки. И там уже никто даже не рыпается в этом направлении. Ну, извините за грубое выражение. А электронная коммерция это то, что не может существовать без local base, без локальной доставки, вот то, что Василий говорил, частично в офлайна. Поэтому очень много инвестиций сейчас происходит в электронную коммерцию по странам. Ну, вот именно на региональных рынках, там в Германии, в Бразилии, в Австралии, в России. Потому что инвесторы понимают, что вот эта ниша, она еще доступна на локальном уровне, а не только социальная сеть мирового масштаба. Я думаю, я согласен, я думаю, что какие-то сегменты сейчас для быстрого, безудержного роста закрыты. Но сейчас инвесторы начинают присматриваться к чему-то более классическому, например, к магазинам. Не знаю, вот я сейчас вижу, что в медиа начали больше вкладывать в мире. В России не совсем, в России все равно это как бы область для фанатов в основном или для контроля за чем-то. А в мире начинают больше вкладывать в контент, скажем так, в производство контента. Если раньше в агрегацию вкладывали в основном, то сейчас люди вдруг поняли, что читать особо-то и нечего. Да, производство контента это тоже некая локальная достаточно история, то есть такая полулокальная. Конечно, можно фотки рейтера собрать и там АПР на весь мир распространять, но все равно есть очень большая специфика языковая, там какие-то местные звезды, местные события, местные городские праздники. То есть невозможно клонировать очень просто. То есть вообще интернет-проекты делятся на тех, которые просто клонируют на весь мир. Например, Инстаграм заводишь, перевел там просто интерфейс на 150 языков, и юзеры сами внутри него тусуются. Любой социальный проект или сервисный проект, такой как электронная почта, его просто клонировать на весь мир, ну хотя бы технически. А вот всякие медийные и коммерсовые вещи, это именно специфика очень большая локальная. Необходима серьезная присадка на ментальность, на непосредственную локацию. И присадка на ментальность, а в случае с е-коммерсом физическое нахождение в стране, наим курьеров, прием денег и так далее, что является большим таким, большой задачей. Ну, одним словом, психологическая планка уже пройдена. Вот я имею в виду, что электронная коммерция стала достаточно большой для того, чтобы ее замечали люди и большого бизнеса, серьезно. Вот сейчас приведут данные агентства Data Insight, объем рынка электронной коммерции в Рунете в 2011 году достиг 310 миллиардов рублей, а в 2015 году по плану увеличится в 2,3 раза. Ну, надо понимать, что, во-первых, объем рынка электронной коммерции, это совсем не то же самое, что объем рынка рекламного, да, потому что в случае рекламного рынка все деньги получает площадка, а в случае электронной коммерции это все-таки стоимость товара, маржа, площадки, там, дай бог. Ну, да, заметно отличается от рекламной. Ну, какой-то процент, то есть обороты, вы понимаете, всегда и по туристическому рынку, кстати, очень большие всегда обороты, потому что дорого стоит сам билет, а маржа на нем 5%. Но, тем не менее, я думаю, что пока еще и коммерческие проекты все они не окупаются, и они все еще именно инвестиционные, ну, насколько я знаю. То есть пока еще нету вот именно планки, что они зарабатывают... Ну, так, скажем, они все говорят следующим образом. Мы планово убыточны, потому что мы захватываем рынок, мы активно инвестируем маркетинг, и от этого мы вот так вот. Если что, мы сократимся и уже будем прибыльными. Совсем коротко к Твиттеру, в Твиттере Максим Спридонов задали вопрос, как часто вы покупаете одежду или обувь в сети? Ответы такие, минимум раз в год. Были в истории единичные случаи, это уже другой ответ, редко, больше аппаратура. Больше аппаратура, не знаю, что имеют в виду, основной еще и человек. Технику имеют. А, одежду и обувь, да, больше аппаратура, окей. Другой ответ, один-два раза в год, далее раз-два-три месяца. В общем, разные ответы, однако наши слушатели покупают, думаю, что и слушатели программы более широко, не просто те, кто читают нас, кроме всего, в Твиттере, также уже вовлечены в рынок электронной коммерции. Коллеги, пора заканчивать нам. Василий, что ты хочешь добавить? Нет, нет. Нет? Все. Значит, тогда я вас благодарю за время, которое было потрачено и высказаны соображения. Напомню, что в студии были Анна Артамонова, вице-президент по стратегическим проектам Elder Group и Василий Исманов, издатель интернет-проектов Look at Me и The Village. Меня зовут Максим Спиридонов. Это была программа Рунет сегодня. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.